Всем привет! Сегодняшняя наша тема это продающие сторис. Как сделать так, чтобы была конверсия? Как сделать так, чтобы люди после ваших коротких видео действительно покупали? Как сделать классный креатив? Как сделать сторис, после которой действительно хочется купить и не пролистывать их? Итак, вы можете сколько угодно тратить деньги на видеографов, на классные дизайны, на классный монтаж, тратить на это уйму времени, вкладывать туда свои силы, но ваши сторис не дают конверсии. То есть ваши сторис просматривают, говорят, что все очень красиво и здорово даже, например, но не покупают. В чем проблема? Где те самые таблетки, которые нужно соблюдать? Где те самые правила, которые нужно соблюдать для того, чтобы у вас купили? И вот сегодня я дам вам 5 принципов, после которых, после соблюдения которых, ваши продажи после сторис увеличатся в несколько раз, поверьте. Я проверяла это все на себе, провела несколько марафонов на эту тему, поэтому я точно могу вам сказать, что это рабочие варианты. Итак, первый принцип, который вы должны соблюдать в ваших сторис или в ваших креативах для рекламы. Я настраиваю таргетированную рекламу для своих клиентов. Я веду полноценные профили, и я точно знаю, что работает намного лучше. И первый принцип – это в сторис должен быть человек. Как только вы начинаете делать сторис с вашими логотипами, может быть, какими-то динамичными, меняющимися образами, да, или, может быть, с какими-то пакетами, да, которые вы берете из тех же приложений, это все сразу не работает. Не работает такой формат очень давно, да, и сейчас люди обращают внимание только на других людей. Тем более вы должны понимать, что ваша основная рекламная площадка для продаж – это социальная сеть Instagram, либо любая другая социальная сеть. И тут люди идут к людям. То есть вы должны очень четко понимать, что в сторис обязательно должен быть человек. Да, это может быть как говорящая голова, но мы чуть попозже поговорим, как правильно быть говорящей головой. Либо это может быть просто человек, который в действии делает что-то с вашим продуктом, или как-то взаимосвязан, да, с вашим продуктом, или использует ваш продукт и так далее. Но в сторис, которые вы запускаете на рекламу, или с которых вы хотите, чтобы были действительно переходы в конверсию, они должны быть обязательно с человеком в кадре. Следующий принцип – это дублирование текстом ваших слов. То есть когда вы что-то говорите, у вас всегда должно все дублироваться текстом. Должен вообще создаваться такой эффект, да, когда вы потом выключаете звук, например, в своих сторис, в своих коротких видео, вы должны понимать, о чем ваше видео. Очень многие люди смотрят без звука, да, это может быть студенты на сессиях, да, то есть они прямо там на уроке смотрят, допустим, ваше видео, не включая звук. Это могут быть мамочки, у которых спят дети и так далее. То есть таких целевых аудиторий очень много, которые смотрят ваши сторис без звука. Поэтому неважно, что вы там говорите, да, у вас все должно дублироваться словами с выделенными тезисами. То есть выделяем основные мысли, выделяем основные слова прямо в сторис, прямо в ваших креативах, так, чтобы было понятно, даже если человек убирает звук. Вот, это очень важно. Очень многие этим пренебрегают, выкладывают какие-то там, не знаю, видео причесок, видео своих окрашиваний и ничего не прописывают, да. То есть человеку автоматически становится неинтересно, например, такому человеку, который смотрит это все без звука. То есть он точно прориснет 15 секунд вашего затылка, да, когда он смотрит на вот эту вот голову, только что окрашенную, он точно перориснет, он 15 секунд, он свое внимание не задержит на этом. Это 100%. Следующий принцип, да, продающий истории, это то, что фон должен коррелировать с текстом, да. То есть не должно быть такого, что у вас просто, может быть, говорящая голова, а вы эффектно прописываете какими-то совершенно другими словами, какими-то яркими, например, ярким описанием, делаете яркое описание к своему видео. То есть у вас, если видео динамичное, то у нас немного текста с основными тезисами, да. Если видео более простое такое, какое-то лаконичное, то мы, соответственно, используем там, ну, такие максимально цепляющие слова, да, то есть в чем ваша там главная сила, да, в чем вы сильнее. Либо писать тексты, либо, допустим, монтировать видео или делать какие-то переходы, может быть, на видео, да, то есть разберитесь в этом и обязательно делайте полностью структурированную и полностью красивую картинку вашего видео, да, чтобы человек, ну, чтобы у него не случалось диссонансы, да. Что он вроде бы смотрит на такое динамичное видео, а там, допустим, и это видео еще там фиолетового цвета, да, а фон какой, а текст, например, какой-то, ну, не знаю, там, какой-нибудь зеленый, да, или, ну, короче, они не подходят друг другу, да, и у человека сразу же просто эстетически возникает отвращение, отвращение, он тоже может перериснуть, когда это все не полноценно, не целостно. Следующий важный момент, он касается уже смысла, да, то есть что же говорить, что же говорить в этих сториз, я не знаю, что мне сказать, чтобы мою услугу, продукт купили, да. Есть очень простая работающая формула, до сих пор она работала три года назад, работает сейчас, это предложение и призыв к действию, да, то есть не нужно продавать сразу в лоб, да, не нужно говорить купи у меня мой аэртач, да, мы делаем все так, чтобы у нас человек понимал, да, для чего он это делает. То есть мы делаем сначала предложение, хочешь ли ты попробовать свое лучшее окрашивание в жизни, да, запишись ко мне на бесплатную консультацию, хочешь ли ты избавиться навсегда от желтизны на своих волосах, запишись ко мне на бесплатную консультацию и так далее. Важно, да, какую ошибку чаще всего здесь допускают, там, мастера, да, какую ошибку допускают даже таргетологи очень часто, вы пытаетесь продать в лоб, вы пытаетесь продать сразу, да, то есть хочешь избавиться от желтизны, запишись ко мне на аэртач. Человек не способен за 15 секунд принять решение о покупке, там, в 20 тысяч рублей, да, но человек способен принять решение получить какую-то бесплатную, возможно, или не очень платную, да, за небольшой чек что-то получить от вас. Первый, пробный продукт. У нас, кстати, я запишу вам видео еще отдельно про целую продуктовую линейку, как ее выстраивать, да, и вот здесь, в этих креативах, вы должны всегда использовать так называемый элит-магнит, то есть это такой продукт, который пригодится всегда и всем, он бесплатный, да, он бесплатный, и он, как бы, притягивает к себе наибольшее количество людей, и уже из этого наибольшего количества людей вы ведете их дальше по воронке, и, естественно, у вас много людей отсеивается, и в итоге появляется, ну, ваша целевая аудитория, да, люди, которые уже покупают. Так вот, здесь, в этой формуле, мы используем сигнальный элит-магнит, то есть мы даем какое-то предложение и делаем призыв к действию, что вы им можете дать, что вы им можете предложить, да, для того, чтобы закрыть вот эту одну боль. И точно так же не нужно сразу все, да, я классный мастер в этом, в этом, в этом, в этом, в этом, я умею делать стрижки, прически, окрашивание, и все, и человек, у человека уже все теряется фокус внимания, то есть вам нужно сосредоточиться на чем-то одном, том, в чем вы прям супер классный мастер, да, то есть может быть это блондинки, может быть это стрижки, может быть это какие-то свадебные укладки и так далее, то есть вы сосредотачиваетесь, ищите основную боль вашей целевой аудитории, делайте предложение и делайте призыв к действию, что вы им готовы дать здесь и сейчас, или что вы от них вообще хотите получить, да, может быть призыв к действию у вас будет просто подпишись на аккаунт, я расскажу тебе много всего интересного на своем, не знаю, бесплатном условном марафоне и так далее, то есть здесь вариантов очень много, как вы можете сформировать свой лид-магнит. Следующий важный принцип в продающих сториз, это динамика. Внимание человека меняется, ну вот раньше считалось, что каждые 2 секунды нужно менять кадр, так вот сейчас это уже полторы секунды или даже одна секунда, то есть вы должны уметь правильно и грамотно даже говорящую голову превращать в динамику. Что это значит? Вы записываете, например, видео, да, где вы просто стоите на фоне стены, на фоне города, на фоне хоть чего, да, на фоне своей студии, стоите и рассказываете, например, о вашем новом продукте, но для того, чтобы потом это видео использовать в креативах или в сториз, вы можете просто зайти в любой сервис для обработки видео, там какой-нибудь капкад или иншот, и с помощью эффектов, с помощью переходов и монтажа сделать классный экшн, да, то есть у вас будет та же самая, вроде бы, казалось бы, говорящая голова, но каждые полторы секунды у вас будет меняться кадр, и человеку будет действительно интересно, и он досмотрит это целых 15 секунд, это очень важно. Следующий, последний пункт, это харизма. Очень важно, чтобы вы были действительно харизматичным, интересным, вовлекающим человеком. Именно у таких людей смотрят сториз, именно у таких людей покупают намного больше. Хороших вам продаж, всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok